В основу вселенной песни льда и пламени Джорджа Мартина легла средневековая Англия. Между усобицей, раздирающей Вестерос, не что иное, как отсылка к войне Аллы и Белой Рос. А Старки и Ланнистеры – это воевавшие между собой честные Йорки и хитрые Ланкастеры. К примеру, порочная личность ненавистного всем злобного короля Джоффри была списана с Эдуарда Ланкастера. По слухам, он, как и Джоффри, был незаконно рожденным и страдал безумием. А Маргарит Тирелл можно сравнить с королевой Маргаритой Анжурской, которая была вынуждена вести дела за своего молодого мужа и негласно узурпировать власть. Маргарит Тирелл тоже самое, в принципе, делает. И когда выходит замуж за Томана, ему всего лишь 8 лет по книге. Естественно, он полностью еще не дееспособен ни как правитель, ни как мужчина. Она полностью действует в своих интересах, полностью продвигает свою политику. И в целом в серии романов фактическое правление осуществляется через женские образы. Все они не только соответствуют прототипу классического образа королевы, но и в действительности каждый из них в полной мере талантливо осуществляет вверенную ей в руки власть. Единственное различие в подходах и умению ею пользоваться. Немаловажная роль в саге отведена религии. По сути, в произведениях противостоят друг другу все основные типы человеческих верований. Старые боги Севера и рода Старков, культ Семерых, основная религия Вестероса и оккультный монотеизм, представленный культом Рглора. В принципе, люди, которые должны нести какое-то хорошее отношение к религии, свет, тепло, добро, любовь, этого мы не видим. И фактически Мартин показывает только оборотную сторону религиозной власти, фанатизм и жесткое насилие фактически над людьми. Однако, даже зная средневековую историю, сложно предсказать, чем закончится захватывающая летопись Вестероса. Можно быть уверенным, что Джордж Мартин приготовит для своих фанатов поистине эпичный и неожиданный финал. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс.